Нагнавший панику и страх на жителей города Рассказово, зверь продолжает досаждать своими визитами. Случаи с гибелью домашних животных растут, а конкретного ответа, кто же это делает, до сих пор нет. Результаты лабораторного исследования погибшего кролика конкретного ответа не дают. Жительница улицы Пушкина решила выяснить, кто напал на кроликов. И вместе со съемочной группой отправилась в ветеринарную лабораторию. Специалист анатомировала тушку, с уверенностью заявив, что животное обескровлено. Но более подробные причины гибели будут известны только после исследования, пояснила врач лаборатории. Через несколько дней мы приехали за результатом патологоанатомической экспертизы. Что касается двух поступивших этих трупов, у них констатируется о том, что многочисленные разрывы. Разрывы мягких тканей, разрывы связок, мышц. Вследствие чего животное данное получило травмы, которые несовместимы с жизнью. От каких травм погибли кролики, теперь известно. Но кто мог так расправиться с животным, пока не ясно. Многие склоняются к версии, что это бродячая собака. Да и врач лаборатории тоже так считает. По характеру нанесения повреждений, которые были нанесены животным, можно определить, что такое же может и бродячее какое-то животное напасть. Все что угодно. Дальше мы без комментариев идем. А на днях в редакцию позвонила жительница улицы Северная. Рассказала, что в воскресенье днем по улице бегала большая собака с добычей в зубах. В воскресенье 13 октября я воочию видела, что у нас по улице с весны бегает стафарширский дерьер, и он у соседей. Поймал курицу и бегал по всей Северной. Стафарширский дерьер, он бежевого цвета. Мы просим всех жителей и соседей, кто знает хозяина этой собаки или вообще местонахождение, чтобы сообщили. Потому что скоро наступает темное время суток, дети в школу идут, из школы, все взрослые на работу, с работы. Мы очень боимся, что эта собака может попробовать и человеческой крови. Опасность действительно существует, так как бродячая собака – это скопление многочисленных болезней и инфекций, поясняет специалист ветеринарной лаборатории. Такие собаки тесно общаются с дикими животными, а это значит, что бешенство не исключено. Марина Ефремова рассказывает о единичном случае на их улице, и погибла только одна курица. А на Дубовой убытки понесли несколько частных дворов. Мария Сластунова тоже видела зверя, похожего на собаку. Она прямо мимо меня. Я так, она там на два метра от меня. Обыкновенная, светло-рыжая, а вот макушка темное пятно и горб темный. На горбу пятна прям вот этими рыжими. Слухи о Чупакабре по сей день пугают жителей. Многие стали с опаской выходить по вечерам на улицу. Мифическое существо – бродячая собака или даже стая брошенных животных. Со стопроцентной уверенностью сказать, кто же этот зверь, не может никто. Екатерина Студенова, Александр Колчев, Новости ТВ Рассказыва. На сайте ТВолк мы вывесили опрос, как вы думаете, кто так пугает рассказывцев и губит животных. Оставляйте свои варианты ответов на городском портале тволк.ру.